Жизнь, конечно, мне спасли, но зрения нет. Куда прешь? Что, слепой, что ли? Вот он, столбик, наш еще один осязательный ориентир, правильно? Я выбил дрель, отрезал веревку. Номер автобуса, будьте добры! Когда скорая приехала, они констатировали уже смерти, уже было очень поздно. Так, скажите, можете ли вы разглядеть хотя бы небольшой просвет? Когда я был в детском доме, они меня часто обижали. Знаешь, могли подойти, щелбан поставить и уйти, потому что знают, что я их не догоню. Я мог стать асоциальным элементом, либо все-таки чего-то в этой жизни достичь. Всем привет! Сегодня вы увидите уникальное видео на нашем канале. Большинство из нас ходят на работу, пьют кофе, смотрят кино, видят, как растут их дети, а также видят, как восходит солнце и происходит закат. Но, к сожалению, есть и те, кто этого не видел и никогда не увидит. Представьте себе, что вы находитесь в темном помещении без единого источника света, в полной темноте. Именно так видит этот мир наш сегодняшний герой. Его зовут Данил Соколкин. И несмотря на все это, он живет счастливой и полноценной жизнью. Как это возможно, спросите вы, увидите в этом выпуске. И после просмотра подпишитесь на наш канал. Для нас это будет большой поддержкой. Приятного просмотра! Когда тебе кажется, что твоя жизнь очень тяжелая, когда наступает отчаяние и кажется, что выход найти нельзя, вспомни о том, что есть люди, которым гораздо труднее, чем тебе, и то, что они находят выход, продолжая бороться со своими испытаниями и трудностями. Я не могу утверждать, что моя жизнь легкая, и я легко справляюсь с трудностями, что периодически мои переживания простые, но я могу сказать, что многое из того, что со мной происходит, определенно делает меня сильнее. После моего рождения врачи были убеждены, что я совсем не имею шансов на то, чтобы выжить, так как я был сильно недоношенный и родился раньше положенного срока. Жизнь, конечно, мне спасли, но зрения нет. Несмотря на то, что у мамы был шанс отказаться от меня, она этого не сделала, и я безумно благодарен ей за это. Так же, как и все, я играл с детьми в песочнице, катался на трехколесном велосипеде, совершал различные детские шалости и проказы, как и обычные люди, но в 11 лет в моей жизни все резко изменилось. За 5 дней до моего дня рождения моя мама умерла. У нее была очень тяжелая жизнь, и когда ее многие предали, она сильно отчаялась и совершила суицид. Именно с этого момента в моей жизни началась постоянная борьба. Чтобы это пережить, потребовалось очень много времени. Даже в этот момент сейчас, вот я вроде бы уже повзрослел, но испытания эти не закончились, и я продолжаю бороться. Ты когда вот ходишь на улицу, выходишь, либо если ты где находишься, где-то вот в той местности, где ты потерялся, либо ты не знаешь, куда идти, как ты ориентируешься? Ну, я ориентируюсь, используя, конечно же, разные методы, разные тактические приемы, вот как бы так же, как это делает зрячий человек. Только зрячий человек пользуется глазами, он оценивает обстановку зрительно. Я использую для этого другие анализаторы. Точно так же, как и зрячий человек, я знаю и понимаю, что такое квартал, что это пересечение четырех улиц между собой, да. Я понимаю, что такое перекресток, что это пересечение двух дорог, да, конкретно. Я прекрасно знаю, что целый город, если взять, он, в принципе, визуально представляет из себя сетку из таких кварталов. Когда я иду, я полагаюсь очень много, конечно же, на слух, на осязание, вот осязание через трость. Когда я иду, я тростью исследую дорогу и стараюсь привязываться к каким-то ориентирам, которые можно осязать. Если таких нет, конечно, тогда я использую только звуковые ориентиры. Я слушаю окружающее пространство, вот машины, которые ездят, и уже соотношу себя с этим пространством, чтобы понимать, где я нахожусь. Мало понимать же, что я нахожусь на улице мира правильно. Надо же понимать, с какой стороны от меня дорога, с какой стороны от меня дома, чтобы понять, на чётной я стороне или на нечётной стороне. То есть вот эти вещи, это очень важно. И если я это могу понять, я свободен, я могу полностью ориентироваться в любой точке. Многие думают, что каждый выход на улицу незрячих людей сопровождается трудностями. Но для многих это не так. Данил так же, как любой человек, ходит по магазинам, спокойно покупает себе кофе, пользуется прачечной, покупает фастфуд и, конечно, ходит за продуктами. Ему в этом помогают консультанты. Данил говорит, что ему нужно, его отводят к необходимому товару, помогают выбрать и подсказывают сроки хранения. Поэтому поход за продуктами для него не составляет труда. Почему я люблю именно этот магазин? Потому что в Мариера там иногда начинается, нам что, заняться больше нечего? Иногда бывает такое. Но не часто. Чаще нормальные люди попадаются. И чаще я вот так быстренько раз-раз консультанта дождусь. Но иногда, да, приходится подождать. Он говорит, подождите, все пока что заняты. Ну, подождёшь и всё. А если я еду в Большую Ленту, я вообще звоню заранее туда. Подхожу к стойке регистрации, я им звоню, говорю, так и так, вот я незрячий клиент, мне надо купить. У вас будут, ну, некоторые товары. У вас список есть? Я говорю, да, есть. Подъезжайте, подходите к стойке регистрации, вам типа поможем. Всё. Слушай, а вот ты, допустим, ходишь, да, иногда там вот с телефона, тебя же могут украсть его. Ты знаешь, как-то не было такого никогда. Ни разу? Не обаловывали тебя, деньги там вытащили. Нет. Не-не-не, такого не было у меня. Были случаи, когда пытались, из кармана. Но поскольку у меня чувствительность сильная, я как по руке треснул человеку. Один случай у тебя был? Один был за всю жизнь. Но именно по этой причине я всегда в основном телефон кладу во внутренний карман. Просто сейчас это было не очень возможно, но обычный телефон всегда либо во внутреннем кармане, либо вообще у меня в руке, я по нему разговариваю, ну, то есть активность. А наличка? Я бывает её ношу, но редко. У тебя всё равно всякие случаи, ты какую-то сумму надо носить, вдруг где-то признал не работает. Люблю больше безнал, знаешь почему? Что удобнее. Удобнее. Чтобы тебя не обманули, да? Да, потому что наличка это дольше. Нет, меня не обманут, я могу посчитать её. Вот когда мы будем дома, я тебе покажу программу специально, я тебе несколько покажу программ, которые в телефоне есть, крутые, которыми я пользуюсь. Как деньги определять, как я иногда читаю плоскопечатный текст, если мне надо это сделать, если рядом никого нет, как я вызываю видеопомощь, когда мне что-то нужно узнать. Ты вот так, когда быстро ходишь, ты бывает, что упадёшь там? У меня не было. Ты вообще не падал? Только зимой, когда скользко, но зимой я не хожу быстро. Хожу, мне не сильно быстро. То есть, а вот так днём у тебя не было, что ты шёл, там споткнулся, упал? Как правило, нет. А об людей часто бьёшься? Вот они запинаются об трость, и я на них, конечно, ругаюсь. Иногда ругаюсь, иногда спокойно об этом говорю. Почему ругаюсь? Потому что, наступив вот так на трость, могут её сломать. Я всегда задаю вопрос, я говорю, а вы что, не видите, что ли, куда вы идёте? У меня было как-то сомнение, говорит, куда прёшь, что слепой, что ли? Я говорю, ну вообще-то да, в отличие от вас. Слепой вообще-то видное слово, но когда человек сам не видит, он может это на себя сказать. А зрячий человек, ну лучше так не говорить, лучше говорить незрячий. Или с нарушением зрения, или слабовидящий. Слепой – это очень грубое слово. Можешь, если мы пересели уже тему именно социальную, да, для незрячих, рассказать, какие плюсы у нас в городе есть для незрячих, и с какими проблемами ты сталкиваешься, и вот что ещё, допустим, ты хотел бы, но вот этого ещё пока что нет. Моя позиция такова, что под нас мы всё-таки меньшая группа, да, незрячие люди, люди с инвалидностью. Конечно, нам общество должно помогать, но оно не обязано сто процентов под нас приспосабливаться. Это мы должны сами находить решение, если это возможно, для того, чтобы быть на уровне с обычными здоровыми людьми, и чтобы быть полезными в этом обществе. Вот самая большая проблема в том, когда люди начинают говорить, просто потому что им хочется поговорить, вместо того, чтобы просто взять и сделать. Конечно, есть ряд вещей, которые хотелось бы исправить. Отношения, наверное, лучше, чтобы люди не думали, что слепота передаётся воздушно-капельным путём. Не смотрели на нас, как на каких-то диких обезьян из зоопарка, как вот смотрят на какую-то новинку, чтобы люди понимали, что мы точно такие же люди, как и они. У тебя тросточка с собой. Угу. Это замечательно. Давай сначала мы с тобой обсудим план наших действий. Угу. Наша сегодняшняя с тобой задача – научиться или повторить маршрут от дома до остановки и вспомнить, как мы правильно садимся в транспорт, имея нарушение зрения. Угу. Есть несколько видов ориентиров, на которые мы опираемся, когда мы двигаемся. Это могут быть звуковые ориентиры, те, которые создаются при помощи окружающих нас звуков. И если есть какой-то остаток зрения, это визуальные ориентиры. Ну, в нашем случае мы с тобой используем звуковые ориентиры. И осизательные. И осизательные. Вот ты вышел из дома. Дорога относительно тебя с какой стороны? Слева. Мы же не будем до конца выходить прямо на дорогу. Теперь наша с тобой задача уже начать поблизости искать тот самый тротуарчик, который ведет вдоль улицы Тюменская. Ты помнишь, где он у тебя? Да. Грязно очень сегодня. Но так как мы учимся мобильности, мы должны уметь ходить. Вот он, столбик. Наш еще один осизательный ориентир. Правильно? Угу. Мы с тобой учимся в любую погоду, потому что ходить, когда мы вырастим, нам придется всегда. Правильно? Да. Мы, по-моему, вышли на этот тротуар. Сейчас, подожди, я пощупаю. Давай послушаем. Вот сейчас мы вышли с тобой на тротуар. Угу. Мы вот так, если развернемся, у нас дорога впереди нас. Получается, мы же вот так шли примерно. Угу. Наша задача выбрать направление так, чтобы проезжая часть была слева. На нашем с тобой пути будет несколько так называемых дворовых заездов. Ты примерное количество помнишь, сколько их? Два вроде. Ну, давай посчитаем сейчас очень точно. Артем, обратил внимание? Вот у тебя сейчас был дворовый заезд, правильно? Да. Вот ты отрываешься от одной линии, переходишь к другой. Просто сохраняй направление за счет звука. Угу. Тактический прием, который ты сейчас используешь, называется примерно как, не помнишь? Слух тростик. Вот сейчас ты справа что-то слышишь? Да. Что ты слышишь? Ну, машину. Там очень тихо, за забором уходила какая-то типа машина. Обратил внимание на это? Да. Вот. И когда ты идешь, тебе очень важно обращать внимание на все звуки, которые ты слышишь. Угу. Вот сейчас у тебя есть вот здесь ориентир, смотри. Возьми трость в другую руку просто. Вот. Он у тебя тут есть, но ты его не придерживаешься, потому что он чуть-чуть небезопасен. Потому что это очень близко к дороге. Но он у тебя есть. Просто, чтобы ты об этом знал, что на него тоже можно при необходимости опираться. Хорошо. На него ты можешь опираться, когда ты обратно идешь со штановки. Через переход, когда переходишь, а потом оттуда ты идешь. Берем обратно правую руку трость. Когда ты будешь садиться в транспорт, трость, конечно же, ты держишь карандашиком и желательно левой рукой, потому что, скорее всего, с правой стороны у тебя будет возможность найти поручень у двери. Правильно? Угу. Есть два способа определить, какой автобус. Первый способ – это спросить либо у людей, либо у людей, которые стоят на остановке, либо у людей, которые сидят в автобусе, либо посмотреть через приложение MoveIt. Ну, открыть на телефоне программу MoveIt. Мы с тобой попозже ее будем изучать. Сейчас пока еще не изучаем. Определив, какой номер автобуса, мы уже делаем вывод, заходим мы туда или нет. Заходим мы в ту дверь, которая к нам находится ближе всего. Так, очень громко. Номер автобуса, будьте добры. Очень приятно. Заходи. Так, вот слева пешеходный есть. Ну, давайте тут перейдем. Нерегулируемый. Нерегулируемый, да? Ну, на самом деле… По поводу нерегулируемых, как будет? Машины, когда ты трость поднимаешь, они останавливаются. Вот сейчас мы этого демонстрируем. Встали, да? Поднимаемся. Все, вот он твой забор. Мы с тобой сегодня вспомнили виды ориентиров. Зная эти все принципы, помня все тактические приемы, которые мы будем использовать, можно спокойно и легко научиться ориентироваться абсолютно в любом месте, даже незнакомым. На этом наше сегодняшнее занятие закончено. У меня, Тёма, есть еще для тебя сюрприз, который я тебе приготовил. Чтобы тебе было более радостно, и у тебя было замечательнейшее настроение. Это вот что. Спасибо. Артём, можно я пожму твою мужскую руку? Ты прям настоящий мужчина. Спасибо. Я тебе хочу пожелать крепкого здоровья. Добавимся друг к другу в социальные сети, будем общаться. Ты очень хороший парень. Я тебе желаю всего самого хорошего. Спасибо. Развивайся. Хорошо. Самое главное. Не только, смотри, развлечений, но и для развития что-то. Это важно. Пока-пока. Пока. Как готовишь еду? Ну, так же, как и все люди, готовлю разными. Пользуюсь рецептами. Я в Ютубе много чего изучаю, что-то экспериментирую сам. А как у тебя удается проконтролировать, допустим, насколько мясо приготовилось, либо отварилось? Первый опытный путь – это таймер. Практически всегда таймер я использую. Например, когда я жарю котлеты, я уже четко знаю, что куриные котлеты жарятся примерно 30 минут. Котлеты из свинины чуть-чуть подольше, там 35-40 минут. Ну, то есть, это уже какие-то вещи. Но даже зрячие люди, они же не всегда прям делают это на глаз. Они примерно знают время, сколько это готовится все, правильно? Ну, короче, готовка незрячего человека ничем почти не отличается от готовки зрячего. Я так это скажу. Отличается лишь тем, что немножко что-то медленнее происходит, там, когда ты овощи режешь. Ну, потому что ты не видишь, ты делаешь это тщательнее. Зрячий человек может вот так вот раз-раз-раз-раз накидал. Ну, а бывало, что у тебя, допустим, не доварилось, либо не дожарилось? Ну, когда я еще не умел готовить, когда я только начинал учиться этому, конечно, бывало. Как я делаю кофе? 18 часов 3 минуты, нам сказали. Представляешь, я забыл, куда я делал кофемолку. Кофемолка или кофеварка? Нет, кофемолка сначала. А, все, хорошо. Как я только смог узнать, что есть такое понятие, как натуральный кофе, я целиком и полностью отказался от расстреления. Ты умеешь ориентироваться на местности, готовить, себя обслуживать, зарабатывать деньги. А вот, когда ты это все начинал, можешь рассказать, какие были неудачи, что тебя больше всего раздражало, обижался ли ты сам на себя, отчаивался, может быть, в каких-то моментах? Знаешь, так получилось, что я очень рано повзрослел. Мама вот воспитывала меня так, что я такой же, как и все. И ничем от других людей я не отличаюсь. Происходили все те же самые детские шалости, что у любого нормального здорового ребенка. И шкаф я на себя ронял в детстве, и пожар дома устраивал, пока никого дома не было. Как ты прыгал по гаражам? Там же надо расстояние. А мы за руку держались с братом и с сестрой и все, и прыгали один раз с нас даже. Дяденька какой-то солью стрелял. Ого. Хорошо прижгал. Ну, сами виноваты, нафиг лазили. Сейчас будет шумно. Ну, очень тяжело было, когда вот мама умерла. Почти сразу я попал в детский дом. Я еще не принимал тот факт, что мамы больше нет. Хотя все произошло на моих глазах. Я выбил дрель, отрезал веревку. Но когда скорая приехала, когда я ее вызвал, но я не знал, что делать. У меня была паника очень сильная. Когда скорая приехала, они констатировали уже смерть, и уже все, уже было очень поздно. Что такое потеря близких людей, я знаю не понаслышке. У меня было два жизненных пути. Либо я мог стать асоциальным элементом, либо все-таки чего-то в этой жизни достичь. Для комфорта у тебя, в принципе, все есть. То есть ты пользуешься телефоном, да, и у тебя там есть абсолютно все. Ну, телефон – это вообще мой помощник, мои глаза. Это окно в мир. Можешь вот показать основные приложения, как ты там пользуешься? Да. Как это вообще происходит, это уже все надо взять, и будет интересно. Очень часто задают вопрос, как незрячий человек пользуется компьютером, телефоном. Типа, он же не видит. Ну, мы живем в то время, когда все меняется, развиваются технологии. Конечно, больше процента этой утраты можно компенсировать не только через сохранные анализаторы, но и через информационные технологии. Есть специальные программы. Их называют программы экранного доступа или скринридеры. Такие программы есть и в компьютерах, и в телефонах, и даже в смарт-часах. Вот мы берем руку телефона, да. 18 часов 42 минуты. Вы сейчас услышали, что 18 часов 42 минуты одно уведомление. Вот этот женский голос, есть еще мужской голос, их много. Он озвучивает то, что мы не крайне видим. Сейчас я верко сделаю. Вот так нормально будет, если вы хотите потом экран показывать. Вот зайдем в папку в помощь незрячему. Это тут все программы, которые я использую для каких-то своих нужд. Эта программа позволяет распознать. Сотография 3 человек, держащий белую бумагу для принтера. Ну, допустим, да, она увидела руку или бумагу. Она же не знает, что это именно книга. Синька Яй. Вот эта программа замечательная. Почитаем сейчас. Евгения Воскогойникова. Анастасия Чуковская. На моем месте. История одного перелома. Москва. То есть ты прям можешь таким образом страницы полностью озвучивать. Ну, в принципе, да. То есть это сейчас настолько технологии современные, да, что вот... Можно уже обойти, мы забрали. Очень многие незрячие так и живут. Вот этой книги вы никогда не найдете, побрали ее. Тупо нет. Вот визжают больше другие вещи, когда люди, видя, что у человека в руках белая трость, начинают странные такие вопросы задавать. Идешь в магазин какой-нибудь, в киосочек, вот стоит ларек на остановке, да. Тебе хочется попить, купить. Ты подходишь, спрашиваешь, что у вас есть попить? Вон там витрина, что, слепой что ли? Иногда кто-то осекается и сразу понимает, что он что-то нагрубил. Иногда людям приходится говорить, что если бы я был зрячим человеком, я бы не спрашивал у вас. Вроде бы такая простая истина, да. Вот люди иногда этого не понимают. В группе ты один, только незрячий. Да. Остальные все вот... Все абсолютно зрячие, все здоровые. И отношения... Просто я думал, что для незрячих отдельно есть университет, отдельно... Раньше были такие учреждения. Но в целом, вообще всегда на протяжении всей жизни, незрячий человек учится среди обычных людей. На самом деле, вот у нас говорят, дети будут гнобить. Да вот как раз-таки дети не будут гнобить, если с самого детства им не приламывать интерес к незрячему ребенку. А это, к сожалению, происходит иногда. Вот я иду по улице, ребенок у мамы спрашивает. Мама, а зачем у дяди вот эта палочка? Да что? Нельзя такие вопросы задавать. Я обычно в этих случаях встреваю в этот разговор. Я не могу пройти мину и оставить это вот так просто поставить. Я всегда делаю этим людям замечания. Я говорю, девушка, вообще-то не надо ребенку запрещать быть любознательным. Если ребенок интересуется, вы расскажите ему, зачем эта палочка нужна. И я начинаю сам показывать и рассказывать. Купюры есть? Девушки. Мы сейчас хотим протестировать деньги. Как определить? Сейчас тысяча российских рублей. Тысяча российских рублей. Пятьсот российских рублей. Ну а вот смотри, все равно же вот здесь есть, где можно пощупать. Да, они тут есть, но когда, например, очень низкое осязание, это почти не чувствуется. Они делаются вроде как для незрячих. Некоторые этим пользуются, но я не знаю, честно говоря, сам лично ни одного человека. Кто бы это делал. Есть еще другая программа, которой я пользуюсь. Ну, например, сейчас я покажу вам. Называется «Будь моими глазами». Вот мы переходим потихонечку к тому, когда иногда бывает нужна помощь зрячего человека. Это у меня очень волшебный сенсорный чайник. Я им умею пользоваться, но мы сделаем вид, что я не умею пользоваться. Здравствуйте, уважаемый человек, мне нужна помощь. Вот смотрите, видим чайник, да? Чуть-чуть левее камера появится, пожалуйста. Вот так, да? Нет, еще левее и чуть-чуть вперед. Вот так, да? Ага, да. Вот сейчас будут значения, мне надо будет сказать, сколько циферки. Ага, сейчас еще тогда чуть-чуть вперед, да. Ага, и левее. Вот так, да? Так, пока что нули, горят везде, они в верхнем. Вот так, 45? 45, да. 55? 55. Вот это стоит 300, ну хорошо, спасибо. А вот так 0,300, да? Да, все верно. Спасибо вам большое за помощь. Конечно, хорошего дня. Хорошего дня. Вот такая есть замечательная программа. Я вообще не знал, что такое есть. Ее может абсолютно любой человек поставить себе на компьютер. Я могу скачать приложение, да, зарегистрироваться там как волонтер. И помогать. Если кому-то понадобится помощь, мне кто-то позвонит. Просто тебе придет звонок и все, да? Он сейчас, может быть, где-то ехал в автобусе, да? А он так и ехал, я слышал. Подключился, да, и тебе подсказывает. Ты подсказал. Это нереально круто. Спасибо всем огромное, кто вот так вот помогает. Я вообще не знал, что такое есть. Поэтому я говорю, сейчас жить можно. Все, мы поставили кипятиться коферку. Ты сейчас нас привез в то место, где ты учишься. Да, я вас привез на территорию Новосибирского государственного технического университета. Я сейчас здесь учусь на гуманитарном факультете. Специальность психология управления и коучинг. Почему именно эта специальность? Я занимаюсь работой с людьми. И так или иначе мне, конечно же, нужно знать психологию людей. Уметь оказывать консультативную помощь, диагностическую помощь людям. Вот даже я провожу вот эти тренинги мотивационные для людей, да, для повышения их личной эффективности. Вот это базовое психологическое образование, оно, конечно же, мне очень сильно в этом помогает. Я работаю в региональной общественной организации по защите прав и законных интересов инвалидов. Я там, получается, занимаюсь также социализацией и адаптацией незрячих людей. Я адресно помогаю незрячим людям. Именно вот эти вот адресно. То есть что-то нужно человеку. Если у меня есть возможность, я это делаю. Вот. И у меня, конечно же, в планах очень сильно развить вот этот проект «Встреча с человеком-невидимкой». Это мой придуманный проект, который именно направлен на повышение личной эффективности людей. Это тренинги, социально-мотивационные тренинги. Ну и вообще я хочу стать в дальнейшем мотивационным спикером. И я сейчас пишу книгу, автобиографическую мотивационную книгу, которая называется «Дорога жизни». Я планирую ее издать. Я, наверное, думаю, что мы прямо сейчас перейдем к твоему тренингу и покажем, как ты работаешь, да, и что получается из этого, какие результаты у людей. Леша уже здесь. Привет. Привет. Здравствуйте. Это Данил. Алексей. Приятно познакомиться. Мне тоже. У Данила есть свой небольшой тренинг, называется «Человек-невидимка». Этот тренинг, он мотивационный и вот позволяет какие-то вещи переосмыслить, как-то посмотреть на себя с другой стороны. Почему я тебя позвал? Потому что, ну, у нас с тобой уже, ну, хорошие такие дружеские отношения. Ты нам давал обратную связь по Лизе тоже, да, в свое время. Да, помню, конечно. И вот мне захотелось, чтобы Данил именно в этом моменте, может быть, я в чем-то прокачал, и было бы здорово. Это на самом деле прикольно, потому что я когда-то мне позвонил, я сразу вспомнил про одного иллюзиониста, его зовут Ричард Тернер, и он не видит от слова совсем и прекрасно манипулирует с картами. То есть я вдохновился этой идеей и решил согласиться по матче. Данил, ну, давайте без слова. Да, я начну. Еще раз здравствуйте, Алексей. Наша сегодня с вами самая главная задача, это будет заключаться в том, что мы с вами будем идти и в формате обыкновенной беседы проводить такую коуч-сессию. Это будет у нас социально-мотивационный тренинг, это будет у нас тренинг психологический, как угодно можете его называть, но одним словом он направлен на повышение вашей личной эффективности. Самое главное правило нашего тренинга будет заключаться в том, что у вас будет надета повязка на глазах, то есть вы ничего не будете видеть. Почему я это делаю? Чтобы мы смогли более откровенно разговаривать, более конкретно разбирать какие-то ситуации, чтобы вас ничего лишнего не отвлекало. Я попрошу вас развернуться ко мне спиной. Вот мне сейчас будет нужна ваша помощь. Подождите, вот подержите непосредственно ватные диски, закройте глаза. Так, скажите, можете ли вы разглядеть хотя бы небольшой просвет? Или у вас полностью темно? Нет, я вообще ничего не вижу. Я одеваю перчатки. Мы одеваем микрофон на Лешу и вас отпускаем. Да, и мы поехали. Я предупреждаю, что у нас с вами будут все разговоры разные абсолютно, и если будут какие-то такие темы дужесчипательные и трепещущие, я вам даю полную стопроцентную гарантию о конфиденциальности тех данных, той информации, о чем мы будем разговаривать. Прошу тебя зацепиться за меня. Есть. Получше взяться, чтобы я чувствовал вот так. Постарайся сейчас, пожалуйста, озвучить свои ощущения, что ты чувствуешь, пока ты идешь. Из восприятия памяти я, конечно, примерно понимаю, где мы. Мне не по себе, вот правильно сказать. Комфортно. Да, то есть... Ну, это временное явление, попозже, подожди уже. И как бы немножечко мне кажется, что я там сейчас упаду, пойду не в ту сторону и все такое. Понятно. Что ты сейчас слышишь в окружающей среде? Послушай. Машины. Где ты их слышишь? Трость. Машины слышу там. Там это где? Справа. Справа еще. Слышал трость. Постарайся. Писк, да. А что это такое, как ты думаешь, что это могло быть? Ребенок. Мы в парке. Это нормально. Это вполне нормально. Да, может быть, ребенок играет с игрушкой. Послушай еще внимательно, что ты еще слышишь. Ветер. Шаги. Шаги. А кто прошел, на твой взгляд? Мужчина. Слишком быстрый шаг. Слишком быстрый шаг. Да, я думаю, что скорее всего это мужчина, но там, по-моему, кроме мужчины прошла еще и женщина. Тут может быть какая-то неровность на дороге, но ты на это не обращай внимания. А хочешь для ощущения почувствовать, как взять в руки трость, попробовать? Будешь ли ты чувствовать себя увереннее, если ты пойдешь сам? Давай, попробуем. Я тебе покажу сейчас два хвата трости. Карандашик. Помнишь, как держишь? Да. Вот так это будет хват, который мы смотрим впереди на близком расстоянии. Ага. Ну, я тебе предлагаю взять хват сверху. Ага. Указательный палец вот здесь. Только не напрягай руку. Рука должна быть расслаблена, чтобы ты максимально хорошо чувствовал. Чувствуешь бордюр? Подожди, 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 подожди. Подожди. Я могу сам... Различие трава, асфальт найди. Ну, давай, попробуй пройти несколько метров вперед. Я рядом с тобой. Тебе надо держаться рядом с моим голосом. Я и так рядом с твоим голосом, так и рядом с тобой. Вот. И вот она линия. Не бойся, можешь шире брать. Тут линия... Это линия чего? Это линия... А, тут у нас походу... Подожди. Сейчас я посмотрю. Походу прервалась линия. Да. У нас прерыв. Я тебя возьму. Сейчас проведу сам чуть-чуть. Все, линия снова пошла. Как это называется, когда я теряю баланс? Я вот что понял. У тебя сейчас нарушение координации. У тебя правильно работает вестибулярный аппарат. Все правильно, потому что ты не привык. Твой мозг сейчас борется с твоей физиологией, потому что мозг знает, что ты видишь. Ну, наверное... Ты опять сошел с дистанции. Возьми про ее. Да, вот прям нарушение координации жесткое. Ищи, ищи, ищи бордюр. Его надо найти. Я думаю, это будет проще, если честно. Твой мозг борется с физиологией. Я пока что тебя поведу лучше. Хорошо? Окей. Мы уже начинаем разговор. Я буду работать с твоим сознанием. Как вообще у тебя дела? Ну, такое себе. Такое себе. Ну, понятно, что непростое состояние, значит, какое-то. Тебя что-то тревожит, правильно? Что-то не устраивает в твоей жизни, да? Я бы так не сказал, что меня что-то не устраивает в моей жизни. Меня просто сильно обидели, наверное. Вот давай мы об этом с тобой как раз и поговорим сейчас. Давай. С чего начать? Ну, вот я ему задавал вопрос, пока мы шли. Порекомендовал бы он кому-нибудь этот тренинг пройти? Да, безусловно, потому что... Сейчас, секунду. Просто на самом деле сейчас масса каких-то эмоций, переживаний, плюс воспоминания. Сначала, когда я потерял координацию, мне было вообще не по себе. Потом я более-менее адаптировался бы. Изменения, я сейчас не могу сказать, что они со мной произошли колоссальные. Но есть, так сказать, темы, которые затронули, над которыми есть что подумать. Вот это да. В целом, на самом деле, понравилось. Выход из зоны комфорта. Сначала действительно очень сильно не по себе. Вроде да, все нормально, но стоило ему меня отпустить ненадолго. То есть, я понимал, что у меня жесткий диссонанс в голове. Вот это имеется в виду, это физически. Касаемо моральных ощущений, да, это помогает на самом деле больше открыться. Под роликом в описании оставлю ссылку на социальную сеть ВКонтакте Данила. Вы перейдите, подпишитесь на него, напишите ему какие-то сообщения. Он с помощью специальных программ все читает, даже отвечает. Для него это будет сюрприз. Данил очень любит общаться, знакомиться с новыми людьми. И он абсолютно всем и каждому из вас будет рад. Так, ты готовить будешь овощную рагу. Уезжаем вот этот хвост. Я его не использую. Вот этот хвост. Вот это шипение говорит о том, что кофе начало вариться, оно закипело. Но пока еще снимать нельзя. Даже мясо по-французски иногда делаю. Это вот с картошкой, с курицей, например. Так. Да. Не пугайтесь, ничего страшного сейчас не будет. Когда ты слушаешь, как льется вода, ты же слышишь, когда она до краев доходит, она тоньше начинает булькать. Вообще, в общественных местах так шумно размешивать нельзя по правилам этики. Но я дома, поэтому я размешаю так, как есть. Отрезаем вот это чуть-чуть. Хотя говорят, вот это можно не отрезать, но я отрезаю на всякий случай. Тебя мама, да, наверное, нужна? Чему-то мама научила. Чему-то учили в школе на уроках социально-бытовой адаптации. Большую часть, конечно, приходилось уже учиться во взрослом состоянии. Вообще, я всегда говорю, что чтобы что-то объяснить незрячему, это должен делать незрячий. В большинстве своем. С опытом, который уже есть. Даже умение ходить с тростью. Казалось бы, зрячий он видит, он может безопаснее это сделать, да, как некоторые это оправдывают. Но я лично считаю, что лучше, чем незрячий человек, незрячего никто не научит. Сложнее, вот, морально, может быть, в каких-то бытовых проблемах людям, кто лишился зрения в какой-то момент или вот кто с самого начала? Нету тут такого, что кому-то сложнее. Всем примерно одинаково, потому что, с одной стороны, незрячему, который потерял поздное зрение, конечно, ему, безусловно, тяжело. Ему надо адаптироваться, принять себя, он проходит пять фаз слепоты. Это так же, вот, перед тем, как если человеку скажет, что скоро он умрет, да? Все те же стадии почти. Одно дело, когда незрячий, он изначально не знает, каково это, да? Да. И он этому адаптируется. А другое дело, когда человек видел, он знает, как все, вот, как это. Да, конечно, это тяжело. И тут лишается. Там тяжело психологически, там психология. Рожденный зрячий человек, который хорошо видел, он потерял зрение, да? Но он же помнит из прошлого жизненного опыта все эти вещи, которые он видел. Даже то, как выглядит город, правильно? Угу. Чтобы ему научиться ориентироваться, ему гораздо проще это будет сделать, потому что он видел. Да, он знает, что такое цвета. Дерево, как выглядит там. Как выглядит дерево, да. Оборудование. Понятно, что незрячий человек тоже это все может знать, хотя бы осизательно. Он может понимать, как выглядит дерево, как выглядит там. И образы еще. И образы эти тоже он может представлять, который рожден незрячий, да? Но ему многое надо объяснять в детстве. Вот именно то, как в детстве работают родители, как в детстве работают педагоги, каким педагогом попал ребенок, влияет на дальнейшую жизнь этого человека. Лучше всего, когда вообще нету этой проблемы, когда ты видишь, слышишь и все такое. Это понятно. Может адаптироваться к каждому, но просто у каждого есть свои особенности. Он незрячий, вот ему надо много именно в детстве объяснять, рассказывать, расширять его предмет опознавательную деятельность. Поздно ослепшего человека нужно сопровождать психологически. Ты представь, до пяти лет ты живешь спокойно, у тебя все хорошо, до пяти, до шести, до семи. А потом получается так, что ты понимаешь, что ты в какую-то другую школу идешь, не такой, как все. Начинают пальцем тыкать на тебя, там, зрячие люди всякие, вот это, да? Ты же это рано или поздно все равно чувствуешь на себе. И тоже бывает такое, что ты хочешь там и уничтожиться. А особенно, если вдруг еще попадется плохой коллектив в школе, например. В детском доме ты был вот среди всех детей? Да, у нас нет специализированных детских домов в Новосибирске. Может есть для умственно отставых, но для обычных детей нету. Для таких, кто не имеет интеллектуальных отклонений. И там издеваются? Всякое было. Время шло, и я учился за себя стоять и отвечал тем же. Получается, встретил ребят, которые меня раньше обижали. Вот представь себе картину. Я иду по площади Маркса, никого не трогаю, в KFC пошел. Я люблю KFC, иногда туда хожу. Данил, это ты? Я-то голос слышу, кто это, я понимаю. Говорю, да, это я, Влад. И ты ходишь? Как у тебя дела? То есть знаешь, так уважительно сразу. Получилось в колледже, я уже в колледже учился на втором курсе, работал. Говорю, работаю, там, то делаю, то делаю. Я говорю, вы как? Ну, мы-то даже, говорит, проезд себе нашкелять не можем. Когда я был в детском доме, они меня часто обижали. Знаешь, могли подойти, щипан поставить и уйти, потому что знают, что я их не догоню. Но ты обиду уже не держишь? Зачем? А смысла нет смысла? Когда жил с бабушкой, был такой момент, когда я был вынужден обеспечивать полностью себя сам. Я занимал столько денег, что больше 50 тысяч рублей был должен на момент 18-летия. Занимаешь, отдаешь, опять занимаешь. Вот этот круговорот так бесил меня. Мне было так тяжело от этого. Я думал, что я, наверное, только когда сдохну, рассчитался со всеми этим долгами. Потом думал, так, это же не может постоянно продолжаться. Надо что-то менять. Я начал посещать разные бизнес-тренинги, смотреть просто всякие видео. Случайно напорослено такого человека, как Максим. Я просто стал делать тупо все так, как он в каких-либо рассказывал. Я нашел первую свою работу. Начал потихонечку откладывать, копить. Я отдал все свои долги тогда, на тот момент. Знаешь, какое было счастье, что я с Мака заторгубился. Самый первый раз, когда я пытался самостоятельно переходить дорогу, это было еще тоже при маминой жизни. Она меня учила. Не было тогда никакой трости. Я даже не знал, что это такое. Мама тоже не знала толком. Мне было, наверное, лет 8, может быть, 7 с половиной, вот так где-то. Мы шли с остановки. С какого-то места возвращались с очередного. Я говорю, сейчас ты будешь переходить дорогу. Мама, ну как я пойду один? Я же боюсь. Она же обычно меня всегда за руку держит. Что, если вдруг случится так, что меня не будет? Ты должен же уметь. Я говорю, что мама реально меня отпустила. Все, говорит, иди. Меня вот так вот трясло. Вот прям вот так вот я иду. Вот так вот я весь сжался. Перешел там. Все. Иду по тротуару. И думаю, сам просил. Вот, мама меня что, бросила, что ли? И в этот момент, видать, мама то ли это чувствовала, что я так подумал, то ли что. Подошла, меня вот так за руку взяла. Я, говорит, рядом. Не бойся. Все нормально. Пойдем дальше. Данил, я хотел тебе сказать огромное спасибо за то, что ты провел с нами этот день. Был с нами откровенен. Рассказал очень-очень много и про свою жизнь, и про трудности, которые у тебя были. То, как ты это все преодолевал, то, к чему ты стремишься, то, чего ты хочешь. Я сто процентов уверен, что ты этого точно достигнешь. Многим из нас стоит у тебя поучиться, брать пример, перестать жаловаться на какие-то, да, текущие проблемы, вот с которыми мы сталкиваемся. Потому что ты эти проблемы щелкаешь, как семечки. Тебе любая проблема ни почем. Ты всегда идешь с гордо поднятой головой и не жалуешься на свою жизнь. У меня вот даже нет слов сказать на то, насколько я вот горд, что познакомился с тобой. Для меня это вот очень приятное знакомство, и спасибо, что ты для меня тоже очень много важных вещей открыл, и я много чего переосмыслил. Когда ты знаешь, уже кажется, что все вообще полное бессилие, когда уже думаешь, что выхода нет, ты вспоминаешь о своих близких, о людях, которые тебя любят. Да, пусть с родственниками не всегда у меня налажено отношение сейчас, а для меня близкий человек – это не тот, кто по крови, а тот, кто вот именно рядом с тобой, кто поддерживает тебя в трудную минуту, кто протянет тебе руку помощи. И ты знаешь, я очень долго размышлял над этим вопросом, и опять же, в одной из самых тяжелых депрессивных, наверное, состояний, все, кажется мне, творческие люди так работают, они у них что-то появляется на свет, это когда вот какая-то глубокая депрессия. Была такая же глубокая депрессия, когда я думал вообще свести счеты с жизнью, и родилось стихотворение, из которое впоследствии собираюсь выпустить песню, оно называется «Близкие люди». Близкие люди, которые любят, кто терпеливо ждет, кто никогда не осудит, поверит, простит и поймет. Близкие, кому не страшно тебя защитить от бед, и для кого не важно, богатый ты или нет. Близкие, которые рядом, жизнь с тобой может пройти, и для него награда знать, что ты тоже в пути. Близкие, которые рядом, по крови пусть не родня. Это не так уж и надо. Душа должна быть одна. Для меня близкие люди – это мои друзья, это мои ученики. Я бы хотел, чтобы каждый человек, живущий в этом мире сейчас и здесь, помнил, что выход есть, даже когда кажется, что его нет. И, конечно же, я бы хотел, чтобы каждый человек оценил своих близких, берег своих близких и помнил, что кто-то нуждается в его окружении. Я когда-то мечтал увидеть солнце, А еще я хотел полетать в облаках, Я когда-то хотел увидеть звезды, Годы шли, мечты не сбывались, Жизнь идет, я не вижу, но и пусть. Я на ощупь живу, значит, так надо. Я на ощупь живу, но и пусть. Годы шли, мечты не сбывались, Жизнь идет, я не вижу, но и пусть. Я на ощупь живу, значит, так надо. Я на ощупь живу, и я этим горжусь. Я горжусь.